Вот представьте, ваш сын собрался жениться, у них еще детей нет, то есть понять, какого знака будет внук или внучка, вы еще не можете, просто потому что они еще не родились, но еще на этапе женихательства вы уже по имени отчеству, вот отсюда, можете проверить, будет ли родовая карма. И в качестве примера я приведу вам пару, с которой был лично знаком, а конкретно история была такая, может быть вы помните Ирину Алфюрову, кто помнит? Да, и она была много лет замужем за другой звездой советского театра и кино, ныне покойным, Александром Абдуловым. И это было в 96-м что ли году, Александр Гаврилович лично попросил нас ответить на вопрос, передал данные, они только как раз расстались с Ириной, и он понял, что это на самом деле для него плохая история, что они расстались, и он задал нам вопрос, вернется ли ко мне Ира? На что мы ответили, и время подтвердило правильность прогноза, Ира не вернулась. А почему Ира не вернулась, забегая вперед, вы сейчас поймете, мне достаточно сказать, где у него была Венера, чтобы вам сразу все стало ясно. У Александра Гавриловича Венера была вовне. Ваши комментарии? Да, ваше комментарии. Вел себя хорошо или плохо? Да. Очень плохо. Мона или поли? Поли. 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 И помимо женщин, это-то она знала, это было всегда, и она уже как бы к этому относилась спокойно. Там было много других безобразий, которые он себе позволял. А она очень интеллигентная, очень такая правильная, из хорошей семьи, и она всегда пыталась с ним говорить с позиции высокой, и нехорошо так себя вести. А как надо было? Приезжать надо. Да. А надо было, вчера предложили сковородкой, а надо было, вы помните Венера вовне, с ними нельзя ласково, они хорошего языка не понимают, с ними надо очень резко и грубо, а она была на это не способна. В итоге он безобразил все больше и больше, и в конце концов предел терпения наступает всему. Она от него ушла, потому что она уже не могла больше всего этого выносить, а в чем-то сама виновата. Вела себя неастрологично с мужем, зная, что у него Венера вовне, надо было разбить ему лобовое стекло на машине, надо было нанести какие-то увечья, если не ему, то его имуществу, для того, чтобы он как-то понял, что надо, в общем, вести себя по-другому. Так вот, коллеги, давайте рассчитаем, как раз пример, вы поймете, как считается, родовая карма. Мы должны брать своих родителей, своих родителей, ну вот как мы сравниваем знаки зодиака, не повторили ли мы папу или маму, вот так же и тут расчет идет по имени отчества. Итак, давайте рассчитаем родителей Ирины Ивановны. То есть берем папу и маму, фамилии нам не нужны в этом алгоритме, нам нужны только имена отчества. А это информация общедоступная, кто помнит имя отчества папы и мамы своих? Все помнят человека. Поэтому вот этого вам и достаточно, чтобы ответить на вопрос, не пала ли случайно на вашу голову родовая карма. То есть вот они соединились, а им-то от этого неплохо. А кому будет плохо? Детям, потому что родовая карма, она падает на детей, куролесили предки, а расплачиваться за это нам, да, деткам расплачиваться за это, то, что называется родовая карма. Есть еще понятие родовое проклятие, вот это вот все сюда. Итак, ее папу звали Иван Кузьмич. Что мы делаем? Вы дома берете наш плакат и находите имя отца, ну и имя деда, то есть имя отчества отца. Давайте смотреть. Итак, вот Иван. Иван имя древнееврейское. На самом деле вот эти символы, они имеют связь с происхождением имени. Если вы просмотрите, то вы увидите, что все древнееврейские имена кардинальные, все там славянские имена фиксированные и так далее. Это я к тому, что если, допустим, какое-то имя, которого не окажется, вы тогда самостоятельно по аналогии, понятно или нет, вы его как бы просчитаете. Итак, имя Иван кардинальное, а теперь Кузьмич. Надо найти Кузьму. Будьте внимательны, потому что многие имена, они как бы превращены одно из другого. И вот, например, имя Кузьма, там, где его изначальный источник, было, не было Кузьмы. Изначально это имя звучало как Косма. Потом уже из Космы появился привычный нам Кузьма. И вот этот вот Косма Кузьма, имя древнегреческое, в переводе означает мир, украшение, космос. Какое это имя? Мутабельное. Итак, комбинация Иван-Кузьмич, это комбинация кардинальная и мутабельная. Правило простое. Когда имя и отчество принадлежат разным крестам, то на выходе получается третий крест. Ну, как бы не то и не другое. Вот кто мне скажет, если поняли правило. Да, Иван Кузьмич, это фиксированное словосочетание. А вы уже сейчас параллельно свою семью можете просчитывать. Своих папы и мамы. Но для этого, естественно, у вас должен быть первоисточник. Их там совсем чуть-чуть осталось. Поэтому у кого еще нет, возьмите, иначе вы не просчитаете родовой указ. Причем заранее. Не когда внуки появятся, а еще только когда дети будут собираться, сойтись, пожениться. Значит, Иван Кузьмич, это фиксированное. В том случае, если имя и отчество принадлежат одному и тому же кресту, значит и на выходе он и остается. Ну, то есть имя кардинальное, отчество, например, был бы он не Кузьмич, а там кто-то другой. Отчество кардинальное, значит и целиком ты будешь как? Кардинальный. Кардинальный. Что непонятно. Понятно. Так, теперь маму. Тут легко. Считаем маму. Маму Ирины Ивановны звали Ксения Архиповна. Ксения, она поэтому дочку назвала в честь мамы, у нее дочка Ксения, Ксения Архиповна. Аналогично, вы находите имя Ксения и находите Архипа. Выписываете наши крестики-нолики и делаете вывод, что словосочетание Ксения Архиповна, это тема или кардинальная, или фиксированная, или мутабельная. У нас в астрологии три креста. Вот, кстати, Ксения, вот вы видите сразу. Ксения и она же Оксана. Оксана это вариация от Ксении, имя древнегреческое, расшифровывается как чужестранка-гостья. Ксения имя мутабельное. И теперь надо найти Архипа. Архипа надо найти, он тоже там в списке есть, и понять, кто у нас такая была Ксения Архиповна. При этом, смотрите, про самих родителей это ни хорошего, ни плохого не говорит ничего. Вот Архип. Архип, это тоже древнегреческое имя, переводится как начальник конницы. Что скажете про Ксению Архиповну? Она мутабельная. Она мутабельная, потому что на выход и имя, и отчество одинаковые, и значит сама она тоже мутабельная. Что непонятно? Вывод готов. Хорошая семья. Главное, чтобы на детей не пала родовая карма, не пала, надо, чтобы у мужа и жены на выходе были разные кресты. Какие угодно. Пусть там он кардинальный, она мутабельная, или он фиксированный, она кардинальная. Не важно кто какой, главное, чтобы разные. Потому что если окажется, что и муж, допустим, фиксированный, и жена фиксированная, вот оно. Вот признак того, что на деток падет родовая карма. Это альтернативно солнечным знаком, то есть знаки мы тоже смотрим. Просто это разные вещи, и если и знак совпал, и вот это еще, то как бы у нас все основания говорить о тяжелейшей родовой карме. А как ее очищать, мы скажем чуть-чуть позже. Какие вопросы. Она из хорошей семьи. Ну то есть ее родители, они не противопоказаны были друг другу.